В Латвии вновь пришел шторм, уже второй за эту неделю. Синоптики прогнозируют сильные порывы ветра этим вечером и ночью, в том числе и в латвийской столице. Со мной на прямой связи находится наш метео-специалист Галина Сладовник. Галина, как там на улице? Не сбивает ли тебя с ног ветер? Галина Сладовник. Галина Сладовник, связанная с бурей, в основном в Рижском регионе. Были повалены несколько деревьев, кроме того, в одном из зданий Риги сорвало часть крыши. Но, что советуют спасатели жителям и по каким регионам буря ударит сильнее всего, об этом мой материал. Уже в середине дня порывы ветра на побережье Балтийского моря достигали 20 метров в секунду. И это только начало, говорят синоптики. Своего максимума шторм достигнет ночью. Будет он сопровождаться и дождем. Курзами на побережье и по северной курзами в основном, а видзами, именно северная часть видзами, ожидается максимальные порывы юго-западного ветра, которые будут достигать 25-27 метров в секунду. В Риге сегодня вечером тоже порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Затем ветер немного ослаблит, но к вечеру субботы порывы на побережье вновь усилятся до 20-22 метров в секунду. Предыдущий шторм был совсем недавно, в понедельник. Тогда в Венсполсе напора ветра не выдержала крыша региональной больницы. Порывом было сорвано почти 2000 квадратных метров кровли. Мы считаемся с прогнозом о сильном ветре. Разработан план действий, согласно которому работаем. Крыша надежно закреплена, но в выходной день будет дежурить человек, который проконтролирует ситуацию. В пожароспасательной службе советуют жителям районов, где ожидается штормовой ветер, без необходимости не выходить из дома. Когда закончится работа, надо посмотреть, где вы ставите машины. Не ставить их около старых деревьев, около рекламных плакатов, там, где стройка идет. В таких местах, где что-то может оторваться и тогда уже повалиться на вашу машину. Также необходимо прямо сейчас зарядить мобильные телефоны, чтобы можно было связаться с родными, друзьями и оперативными службами. Не исключены обрывы линии электропередач, приближаться к которым не следует, напоминают представители предприятия Садала Стыклс. Также в связи с усилением ветра синоптики предупреждают о повышении уровня воды, особенно в южной части Рижского залива и в столице, в Даугаве. Вода может подняться до уровня 1,55-1,70, что грозит подтоплением близлежащих территорий.